Многие из вас стали свидетелем того, как ряд российских и зарубежных СМИ распространил информацию и видеоматериал о пытках и издевательствах в наших колониях. Государственная Дума не может оставаться в стороне от столь резонансных событий. Комитет по безопасности и противодействию коррупции данное протокольное поручение не поддерживает. Протокольное поручение не согласуется с регламентом Государственной Думы. Уважаемые коллеги, я думаю многие из вас стали свидетелем того, как ряд российских и зарубежных СМИ распространил информацию и видеоматериал о пытках и издевательствах в наших колониях. Во многих колониях Российской Федерации по ряду указанных фактов уже возбуждены уголовные дела. Но учитывая широкий общественный резонанс и регулярный характер сообщений о подобных нарушениях, предлагается поручить Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, запросить изучить необходимую информацию, размещенную в СМИ, в Министерство института Российской Федерации, Следственном комитете, Генеральной прокуратуре и по итогам дать заключение о необходимости проведения парламентского расследования либо иной формы публичного рассмотрения указанных фактов со стороны Государственной Думы, Федерального собрания для глубокого анализа причин и подготовки соответствующих предложений либо привлечения к ответственности лиц, распространивших недостоверную информацию. Мне кажется, нам кажется автором данного протокольного поручения, что Государственная Дума не может оставаться в стороне от столь резонансных событий. Спасибо. Спасибо. От Комитета по безопасности и противодействию коррупции докладывает выборный Анатолий Борисович. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Комитет по безопасности и противодействию коррупции данное протокольное поручение не поддерживает. Объясню почему. По данным Минюста, которые мы уже получили в рабочем порядке, по всем случаям, которые упоминаются и упоминались в средствах массовой информации, проводятся проверки, возбуждены уголовные дела, виновные устанавливаются, установлены и привлекаются к уголовной ответственности. В частности, возбуждено 20 уголовных дел. Все руководители, сотрудники, в том числе больницы Федеральной службы исполнения наказания, которые имели к этому отношение, привлекаются к различным видам ответственности. Проверка продолжается и находится на контроле, в том числе Генеральной прокуратуры и Службы собственной безопасности, Федеральной службы исполнения наказания. Вчера министр юстиции лично провел совещание, встречу с представителями общественности, по результатам выработаны предложения, в том числе предложения по изменению законодательства. Это во-первых. Во-вторых, протокольное поручение не согласуется с регламентом Государственной Думы, а именно часть 1 ст. 60. Нет ясности, о каких именно вопросах идет речь, которая требует дополнительной информации для их подготовки к рассмотрению Палаты. И самое главное, это важно. Даже в случае возбуждения парламентского расследования, это неизбежно затронется деятельность дознания, следствия и суда. Это прямо противоречит пункту 3, ч. 2, ст. 4 Федерального закона о парламентском расследовании. Спасибо. Коллеги, поскольку есть возражение против протокольного поручения, оно ставится на голосование. Включите режим голосования. Против, 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 голосуем. Покажите результат. Протокольное поручение не принимается. Субтитры создавал DimaTorzok